Пятый канал представляет Лучше всех? Так Спасибо большое, что пришли Пожалуйста Моя настоящая семья Всегда буду вам ценить Папа Ну что Алексей Алешенька, сынок 60 лет не шутка Я должен гордиться таким сыном 20 лет уже во главе компании Уважаемый человек В мои годы я и мечтать не мог О такой известности Он газеты пишет Телевизор показывает Да А я-то старый дурак Компанию с нуля начинал Сердце надрывал А ты явился на все готовый Никакой заботы у тебя нет А только Кабинет ясенем отделывал Трона тебе не хватает Чистый царь Алексей Федорович Он Наследников наплодил Ты знаешь, Лешенька Тебе повезло В такой семье родиться За везением Гражданка Лесина Елена Алексеевна Вы задержаны по подозрению В убийстве Екатерины Матвеевой Катька? Не может быть Блин, что происходит? Давай свой телефон Я позвоню твоему адвокату Слава, не лезь Я сам разберусь Это какая-то ошибка Так, предъявите ваши документы А где Эля? А? Что, в ФС повезете меня? Ну, наконец-то Думала, не дождусь Сегодня было обнаружено тело Екатерины Матвеевой Владелицу небольшого магазина одежды Перед смертью у нее произошел конфликт С лучшей подругой Еленой Лесиной Дочерью скандально известного олигарха Савельева Есть подозрение, что убийство было совершено На фоне помешательства По слухам, Савельев уже выкупал Своего младшего сына у полиции Совершившего аварию С превышением скорости Если бы отец вовремя отправил свою дочь На принудительное лечение Возможно, никто бы не пострадал Но у богатых свои законы При этом Лесина уже была замечена В неадекватном поведении Вези меня, мразь! Вези! Что, заплатить за? На, на! Вот, вот! Смотри! Я тебе плачу, плачу! Вези меня, я плачу тебе! Вези! Успокойтесь, пожалуйста! Вези меня, мразь! Успокойтесь, пожалуйста! Успокойтесь, из-за вас мы попадем в аварию Я буду разговаривать только с ФС Это они виноваты! Я им писала, предупреждала их Но они плевать хотели! А теперь Катя мертва! Ну что, довольны? Прямо накануне внеочередной переаттестации А кто это такая? А вот мы сейчас у Андрея спросим Он же у нас отвечает за контроль над корреспонденцией Да, Андрей? Галь, это все профанация Ну, то есть провокация натуральная А ты его не выгораживай Вас с Лисицыным уже давно на месте преступления ждут После сюжета это дело на нас повесили ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да мы не виноваты! Нам таких писем каждый день не за анток приходит Минздрав недорабатывает сумасшедшие по городу В промышленных масштабах лазают И имеют доступ к средствам связи Я вообще предлагаю, что нужно сделать такой законопроект Чтобы в интернет, как за руль Только в трезвом теле И в трезвом уме Сейчас я вам все покажу У меня планомерно кто-то сводит с ума Я чувствую, что-то произойдет Что-то страшное Помогите мне Предметы вокруг Изменяются или перемещаются Люди говорят странные вещи А потом делают вид, что ничего не было У меня осталась надежда только на ФС Елена Лесина Вы проверяли ее? Ну конечно Мы действовали по протоколу Ей 33 года Разведена начальника отдела поставок в фармкомпанию Которая основала ее дед А почему мне не доложили? Галина Николаевна, ее мать лежит в клинике психиатрической С диагнозом шизофрении Она лишена дееспособности Ну мы решили, что это письмо Очередной бред Нам такое тоннами шлют Понимаете, особенно по весне и осень А теперь нам труп шлют Майя с Хелесицем должны быть уже скоро на месте Надеюсь, что местные еще не все следы затоптали Убитая Екатерина Матвея, 29 лет Свидетель убийства нет Бизнес мизерный, конфликт ни с кем не было Разве что несколько часов до смерти слезли Что это? Лена, ты нормальная? Как это туда попало? Ты что, курил на голову? Лена, объясни мне, пожалуйста, что это было? Только не делай вид, что ты не знаешь, что это Ты реально сумасшедшая, ты больная, Лена, ты больная Тебе надо лечиться, как твоей мамаши Чокнутой Ты реально больная Зачем ты это сделала? Заткнись Послушай меня, как подруга Успокойся! А-а-а! Ой, ну тихо, мне же больно, дурак Заткнись, заткнись Убери руки! А-а-а! 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 А вон он Это 37-й миниатурная ножка. Елена, дочь Алексея Савельева от первого брака. После того, как жена Савельева была помещена в клинику, он развелся и женился снова. Во втором браке дети. Эльвира и Вячеслав. Что ты там говорил насчет твоих семейного бизнеса? Алексей Савельев управляет фармакологической компанией, но основной контрольный пакет акций у его отца, Федора Савельева. К тому же 88, от оперативного управления делами он уже отошел. Слушаю. Хорошо, спасибо. Елену Лесину доставили. Убита предприниматель Екатерина Матвеева. По подозрению в убийстве задержана ее подруга Елена Лесина. Елена ведет себя неадекватно, утверждая, что люди вокруг говорят страшные вещи, переставляют мебель и сводят ее с ума. Незадолго до убийства Лесина написала письмо в ФЭС. Свободны. Где мой отец? Где дед? Я знаю, они приехали. Пустите их ко мне. Я ни в чем не виновата. Они должны меня вытащить. Расскажите все с самого начала. В последнее время происходит что-то странное. Я писала письмо в ФЭС. Думала, вы мне поможете. В моей квартире предметы меняются местами. Свеча стояла в одном углу. И тут вдруг она оказалась в другом месте. Пуговица на блузке пришита с внутренней стороны. А я надевала ее два дня назад, и все нормально было. В кастрюле с супом без кубльона оказалась кровь. Люди вокруг такое говорили. Думаешь, ты там какой-то начальник? Ты же сейчас в психушке лежишь, в смирительной рубашке. Слюнь пускаешь. Пялишься в потолок. Что? Какой потолок? Ты обалдела? Что? Какой потолок? Я говорю, ты обедать идешь? Ну, ты же сейчас... С тобой все хорошо? Смерть Матвеевой наступила вчера около 21 часа. Примерно за 7 часов до ареста Лесиной. Приступаю к вскрытию. На ролике, который попал в интернет, странно себя ведете только вы. Все было не так. Этот водитель, видите, первый начал бред нести. Я его часто вызываю, когда устала или выпила. Но в тот день я не пила. Спросите у него или у Славки, брата. Он видел, что происходит что-то странное. Лен, я принес... Тише, тише. Повторите, вас очень плохо слышно. Как вы сказали, как называется фирма? Ты что делаешь? Ты с ума сошла? Ну, там правда кто-то говорил. На, послушай сам. Я клянусь, в трубке был голос. А теперь убийство Кати. Удар по голове только оглушил жертву. Причина смерти – асфиксия. Я уже ничего не знаю. Может быть, и правда, это я ее убила. Вот, возьмите, возьмите. Проверьте. Если это я, то здесь будут следы. Это не та одежда. Вот взгляните. Точно, это новое платье я купила специально на день рождения пап. А куда я делала ту одежду? Почему я ничего не помню? Может, кто-то специально меня подставляет? А зачем кому-то вас подставлять? Отец объявил о конкурсе на лучший бизнес-план. Я устал и хочу отойти от дела. Но на кого оставить бизнес? М? Дети мои. Короче, вот мое решение. Вы представите мне план развития компании на пять лет. Чей проект победит? Тому и достанется управление компанией. А остальным что? Остальным? Стартовый капитал. На развитие своего дела. Пора уже найти свой путь в жизни. Дети мои. Коль в нашем бизнесе талантов не проявилось. Пап, ты серьезно? Зачем тебе это нужно? Да что за бред? Ну почему нельзя просто поделить поровну? Это не честно. Не честно? Как мы заговорили. Мне нужны акулы бизнеса. А не гупи, плавающие в аквариуме. Останется сильнейший. На стакане, извлеченном из горла убитой, отпечатки и Лесиной, и Матвеевой. Ну это понятно, они же обе держали стакан в руках. Под ногтями Лесиной, кожа и кровь Екатерины Матвеевой. Ну нам-то это ничего не дает? Факт конфликта она не отрицает. Это я во всем виноват. Устроил это дурацкое соревнование. И очевидно стресс вызвал у дочери шизофрению. А что можете рассказать о Екатерине Матвеевой? Ну Катенька была нам как член семьи. Они долго, года три, встречались со Славкой. Она дружила с Леной много лет. Кстати, Катя, она мне говорила, что Леночка как-то странно себя ведет. Надо было прислушаться. Ведь ее... Ну давайте, договаривайте. Ее мать была больна. И я все время боялся, что дочь унаследует шизофрению. Леночка даже купила справку, что здорово. Но вы не поверили. Конечно, я не поверил, потому что я еще по истории со своей первой женой отлично помню, что отрицание и нежелание лечиться это один из возможных признаков заболевания психики. Ну что, видел? Нужно твое мнение. Что с ней? Для того, чтобы оценить вменяемость Лесиной, нужно комплексное обследование. За день такой ФС не сделаешь. Она утверждает, что не помнит, где была после ссоры с Матвеевой и до того, как пришла на банкет к отцу. То ли врет, то ли дело действительно в психике. Подождите-ка. Как это? Я сразу не догадался. Ты смотри, как прикольно. Разноцветные все. Хватит трогать мой планшет. Давай, вот это быстро в контору. Игорь, я это, слушай, но одежду, в которой была Лесина во время ссоры с пострадавшей, я бы их и не нашел. Но тут в квартире ее и так много чего интересного. На фигурках из газеты по Тожоровой Екатерины Матвеевой и отпечатки на шкатулке с нитками тоже ее. Картина начинает проясняться. У меня тоже. Судя по детализации звонков Лесиной и транзакции своей пластиковой карты, сразу после ссоры с подругой Лесина поехала к частному психиатру. Это был третий прием Лесины у психиатра. В прошлый раз ей выдали справку, что она здоровано и находится в состоянии нервного срыва. Да, вот еще что. Да, Костя, поняла, спасибо. Я кое-что нашел в крови у Лесиной. Дай-ка сама посмотрю. Транквилизатор. Вроде аназипам. Нет, треназипанан. Точно он. А откуда вы знаете? Лесицын съездил к психиатру Лесиной. В каждый прием у нее брали анализ крови. Первые два раза он был чистым, а третий в нем оказался треназипанан. А, вот оно что. Этим транквилизатором лечат параноидную шизофрению, но при передозировке у здорового человека он может вызвать нарушение психической деятельности. Да, неадекватность, дезориентацию. Но сама Лесина утверждает, что никаких препаратов не принимала. Получается, ей их подсыпали? Уважаемый! Там стаканчика с надписью «Лена». Нету? Продолжай! Продолжай! На стакане Лесиной, как и на стакане Матвеевой, отпечатки обеих девушек. В кофе я нашел большую дозу треназипанана. Лесину опаивали. К этому стакану имела доступ только Матвеева. Похоже, это она подставляла подругу. При обыске в квартире Матвеевой обнаружили ключи от квартиры Лесиной. Она могла передвигать вещи и подсыпать препарат. Но это не значит, что Лесина не убивала. Она могла это сделать в измененном психическом состоянии или, чтобы отомстить за подставы. Павел Павлович, Иван Иванович, рад всегда. Дорогая, как я рад, что вы пришли. Давайте праздновать, давайте пить, веселиться. Все хорошо, спасибо большое. Я просто... Леночка пришла, доча моя. Здравствуй, родная. Здрасте, что задержалась, папуля? Да ничего страшного. Открытка. Ты мне такие рисовала, когда тебе было пять лет. Это справка независимого психиатра. Я же говорила, что я здорова. Леночка, ну давай праздновать. У папы такой день, а ты за столом и с бумажками. Ну почему? Ну почему ты мне не веришь? Ты же знаешь, что я лучше всех справляюсь с работой. Лен, тебе просто нужно отдохнуть. Ну, мы же уже говорили с тобой на эту тему. Давай, выйди. А может быть, ты не будешь хотя бы на папин праздник перетягивать внимание на себя? Сядь уже. Лен, ты куда? Сейчас приду. Вяль, в общем, из просмотра записей с камер видеонаблюдения торгового центра стало понятно, что Лесина перед праздником купила себе там платье. И там же в нем переделать. Нет, нет. В кухне искали старую одежду ее не смогли мне найти. Ну, ясно. Ищите дальше. Хоть ты меня что-нибудь порадуй. Эх, вот бы выписывали премию Галины Николаевны тем, кто чаще радует. Может быть, такой же конкурс, как Савельев проведел. Эх, Андрюшка, не на ту работу ты устроился. Извините. Давайте по делу. Я проверил более ранние звонки Матвеевой. Она и Эльвира Савельева созванивались 38 раз в течение последнего месяца. Так Матвеева у Савельевой как член семьи. Она постоянно у них тусила. Так что ничего тут странного я не вижу. А может, странно и то, что вот до этого они в течение года ни разу не созванивались и не обменивались никакими данными? Эльвира Савельева младшая сестра Лесины и ее конкурент в борьбе за руководство компании. Где она сейчас? Последний раз ее видели на дне рождения Савельева. А телефон выключен. А что о ней вообще известно? Образование непрофильное в компании занимается связями с общественностью. Явно не первый претендент на победу. Но она очень старалась победить. Я получил полную запись с камеры в такси, где Лесина устроила скандал. Пришлось повозиться на восстановление стертого файла. Привет, Витя. Домой. Что ты села, алкашка подзаборная? От тебя уже он разит за сто километров. Я тебя никуда не повезу. Витя, ты чего? Это же я. Не узнаешь, мы вчера с тобой катались. Катались? Ты вчера мне всю машину заблевала? Вечно вы такие богатенькие. Платить не хотите, а вози вас бесплатно. Мразь ты! И папаша твой богатый тоже мразь. И мамаша твоя тоже шлюха. Ясно? Ты чего? Ты чего? Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Ты вообще кто такой, чтобы со мной так говорить? Дай-ка я посмотрю. Есть там у тебя деньги, овца. Вези меня, мразь! Вези! Что, заплати тебя? На, на! Вот, вот! Смотри! Я тебе плачу, плачу! Вези меня! Я плачу тебе! Вези! Успокойтесь, пожалуйста! Вези меня, мразь! Вези! Успокойтесь, из-за вас мы попадем в аварию. До такого нужны и серьезные причины. И они есть, Галина Николаевна. Водитель Хохулин Виктор Викторович 45 лет получил перевод в 50 тысяч рублей от Эльвиры Савельевой в день поездки. Итак, Эльвира и Катя планомерно сообща, доводили Лесину до безумия. Для чего это было нужно первой, очевидно. А вот второй? Я проверил финансы Савельевой. Она оплатила рекламу магазина Матвеевой и в интернете и даже на местном телеканале. А до этого бизнес с Матвеевой проседал. Она ее тоже купила. Галина Николаевна, в пищеводе Матвеевой был фрагмент ногтя. Видимо, у убийцы порвалась перчатка и когда заталкивали стаканчик, ноготь сломался и был проглочен. Анализ ДНК показал, что это ноготь Эльвиры Савельевой. Лесина была лидером гонки. У нее хорошее образование, дед отправлял ее учиться в Европу. Опыт, деловая хватка. Поэтому Эльвира в сговоре с Матвеевой сводила ее с ума. А затем убила подельницу, чтобы уж наверняка подставить сестру. И заодно устранила свидетеля своего преступления. ФЭС расследует убийство предпринимательницы Матвеевой под подозрением ее подруга Елена Лесина. Но следствие приходит к выводу, что Лесина, скорее всего, не виновна. Более того, сама убитая доводила Лесину до сумасшествия, действуя в сговоре с ее сестрой Эльвирой. Улики говорят о том, что именно Эльвира убила Матвееву. Я здесь, я здесь. Короче, Эльвиру Савельеву пока найти не удается. Вот, но я квартиру ее осмотрел и обыскал там-то. Все, как мы любим. Червяки дождевые, значит, обувь с грязью и странная какая-то субстанция в ступке для специй. Да, порошок. Ага. Порошок из квартиры Савельевой это растолченные гранулы пестицида бромбидексида П. Первый класс опасности. В больших дозах это яд замедленного действия. На банке из квартиры следы теней с блеском. На фотографиях с праздника видно, что у нее именно такие тени. в тон плачу. Возможно, банку с ядом она трогала прямо как раз перед поездкой в коттедж Савельева. Так, который час? Так, если яд использовали на праздники, то у человека стандартного телосложения и здоровья примерно сейчас должны появиться симптомы отравления. Слушай, возможно, Савельева решила отравить еще и Лесину до кучи. Я и говорю, что... Ой, простите, Катька, я все еще ее... и все еще. Где сестра ваша, Эльвира? Не знаю. Может быть, у подруги, у любовника, какие варианты есть? Я же сказал, не знаю. С Лесиной все в порядке, я-то она не принимала. Извиню меня, вторая линия. Да, Костя? Везу на допрос Вячеслава Савельева. Ведет себя как-то подозрительно, странно, я бы сказал. В смысле странно. А нет ли у него испарина, тошноты и головокружение? Приглядись. Вроде есть. А что? Отставить допрос, вези его срочно в ближайшую больницу. Я сейчас тебе пришлю название пестицида, которым он отравлен. Сообщи врачам. Я сверил совокупный вес Савельева и куска арматуры, которым убийца нанес удар Матвеевой. Все сошлось. А еще у нее тридцать девятый размер обуви, что совпадает со слепком и в составе грязи с обуви. Я обнаружил свинец. Свинец? А как он туда попал? Я тебе сейчас все объясню. Тело найдено на краю города, неподалеку от закрытого аккумуляторного завода. Свинец впитался в почву, так что Савельева явно гуляла в этом районе накануне. Как раз там, где магазин Матвеевой. Червь, кстати, обыкновенный, дождевой. Тот же подвид, что был найден в сумке у Лесиной. Ну что ж, все подтверждается. Савельева подставляла свою сестру, подбросила ей червей в сумку и убила свою сообщницу Матвееву. Я же сказала, в больницу. Ну, Тукаев сказал, в морг. Савельев-младший скончался. Возвозите. Вячеслав Савельев отравлен. Яд принял примерно сутки назад с пищей, которую подавали на юбилей его отца. на запястье свежая царапина, но, возможно, сам поранился во время приступа. Других следов нет. Эльвира пронесла на праздник яд, чтобы отравить брата и сбежала после ареста сестры. Но об этом говорят улики. Но на что она рассчитывала? Ведь после побега у нее нет шансов возглавить семейную компанию. Извини. Слушаю. Так. Скоро к вам приедет наш сотрудник? Ждите. Жильцы поселка, в котором находится коттедж Савельева, жалуются на запах разложения из автомобиля. А его хозяин давно уже живет за границей. Запах разложения? Опаньки. В телефонной трубке из кабинета Лесиной нештатно установлен мини-динамик, работающий по блютуз. Значит, она действительно говорила по телефону с отрезанной трубкой? А ведь в обычном магазине такую штучку не купишь. Это может быть зацепка. Точно такой динамик был заказан на адрес их офиса. Имя покупателя Эльвира Савельева. А в какой день заказ был доставлен? 20-го числа. У меня есть схема передвижения всех членов семьи в этот день. Погоди-ка. Эльвира Савельевой в этот день в офисе не было. И ее отец внезапно отправил в командировку. А кто тогда получил заказ? Слушаю. Ясно. Машину Савельевой доставили в гараж ФС. Смерть наступила сутки назад. Примерно в то время, когда Эльвира Савельева покинула вечеринку. Под ногтями следы эпителия. Умерли все. Значит, опять искать убийцу. Возможно, Елена Лесина все же виновна. А возможно, и нет. На рулевом колесе автомобиля Савельевой обнаружена кровь ее брата Вячеслава. А под ее ногтями его эпителий. Савельева оцарапала брата, когда он ее душил. А затем, когда он возил труп на ее машине, оставил следы на руле. Галь, короче, гости говорят, что на вечерухе этой Слава крепко перебрал с алкоголем. Плохо ему стало. Лесина его при всех отводила в туалет. Он там закрывался на крючок. И она с ним через дверь разговаривала. Ага, и на телефон это снимала. Но в телефоне Лесиной таких записей не было, даже удаленных. Шустов все проверил. Я как раз сейчас в туалете, вон, смотри. Так что, ну что здесь, окно есть. Первый этаж. Окно выходит, окно выходит на крыльцо. А куда выходят окна столовой? На ту сторону. Там бесполезно. Так что здесь можно спокойно, незамеченно проникнуть. Слушай, здесь, кажется, след. нет. Ну да. Смотри. В общем, так, один официант признался, что нашел мобильный телефон, завернутый в использованную салфетку. Телефон никто не хотел искать, но он его себе и прикарманил. Та же модель. И тот же цвет, что у Лесиной. А симки нет. следы на окне туалета оставлены ботинками Вячеслава Савельева. Это что ж получается, что брат с сестрой убили друг друга из-за компании отца? Эльвира действовала женским способом, при помощи яда. Ну, а брат голыми руками, не зная того, что он уже отравлен. Ну, семейка. Так, а я, кажется, обнаружил в телефоне стерто записи. Ника. Ну, чё, кто что? Да, да. Вот он, сын олигарха Алексея Савельева. Показывай свое истинное лицо. Пьяное и помятое. Уйди, Наш. Начальник Юра, отдела нашей великой корпорации и лыка не вяжет. Уйди. Уйди, Наш. Как он будет выступать в суде, непонятно. Отстань от меня! Это значит, что Савельев в алиби? А почему запись стерта? Ну, подожди. Сейчас мы кое-что проверим. Отстань от меня! Вот. Каждый раз, когда отвечает Савельев младший, идут посторонние шумы. Его реплика записана на диктофон. Он заранее заготовил запись и в нужный арен включил. Олесина, по заранее выученном составе, ведет диалог с диктофоном. Как он будет выступать в суде, непонятно. Отстань от меня! Иди нафиг! О, еще один. Ну, что, дентмены, нашел я курьера, который доставил динамик к ним в контору. А курьер уже по фото опознал помощницу Лесиной. Но это ничего удивительного. Она сказала, что принимала эту посылку для начальства своего и сама не скрывала. Лесина сама вставила динамик в трубку телефона? В туфлях Эльвиры Савельевой микрочастицы Ангорки. Как если бы она одевала на толстые носки. Она сама не могла носить такие туфли, они были бы ей впритык. Тогда это, скорее всего, и была Лесина. А что, она пришла к Матвеевой, дождалась, пока никого рядом не будет и убила ее. А что, к сестру подставить, значит, она... Засунул в горло Матвеевой ноготь Эльвира, найденной в ее квартире. Точно. Слушайте, я уже запутался. Лесина убила подругу, подставляли Савельеву и, изображая, будто бы эта Савельева подставляет ее. Так? Ну да, так. Я препарировал червей, они сообщили мне, что яд на вечеринку принесла Лесина. В сумке яд немного просыпался и смешался с землей с червями. Поэтому они были уже полудохлыми, когда полиция пришла арестовывать Лесина. Значит, Лесина отравила брата. Похоже, она быстро сообразила, кто пытается представить ее сумасшедшей. Наверное, вспомнила, что у Матвеевой есть запасной ключ от ее квартиры. Сложила два плюс два. Решил довести ситуацию до абсурда, чтобы со мной устранить конкурентов. Пишет письма в ФС, чтобы создать себе образ жертвы. Я все думаю, если бы мы обратили на это письмо внимание, вовремя вмешались, всех этих смертей могло и не быть. Вы ведь с самого начала знали, кто вас подставляет. Я ни на секунду не сомневалась в себе. Несмотря на историю матери, я всегда знала, что я нормальная. А кому было выгодно убрать меня с пути, было ясно. Эльке и Славке. Как вы поняли, что это именно сестра? Логика. И немного слежки. Да какая разница? Я просила вас о помощи. Если бы вы приехали и остановили Эльку, все были бы живы. Значит, это мы виноваты в том, что вы совершили и организовали столько убийств. Мы знаем, что это вы подговорили Вячеслава убить сестру, пообещав ему алиби. Ну, Лен, ты понимаешь, в чем ты говоришь? Да ты пойми, у Эльки больше шансов получить компанию. Я сделаю тебе алиби, а ты потом поделишься со мной наследством. А ты? А я что? У меня нет мотива. Я же пролетела мимо компании. Забыл? Я же теперь за бортом. Мне и алиби не нужно. Ваш брат решил, что после убийства сестры сможет вас кинуть, но он не знал, что вы снимаете его не на свой телефон, а на дубликат. Вы понимали, что арест может произойти в любую минуту и не могли допустить, чтобы мы получили это видео. Совершая убийство, ваш брат не знал, что уже отравлен. А перед этим вы подбросили улики Эльвири, так, чтобы ее обвинили и в убийстве Матвеевой, и в убийстве вашего брата. Я согласна сотрудничать со следствием. Я покажу, куда спрятала вещи, в которых убивала Катю. Я все признаю и подпишу. В процессе расследования вы проверили ДНК у всех членов семьи. у вашей внучки и вашего сына близкородственная связь, но недостаточная для отцовства. Может, хватит? Мы потеряли троих наследников. Что вам еще нужно? Подожди, подожди. Продолжайте, пожалуйста. Отец Елены вы, а не ваш сын. Не знали? А вы не делаете такое лицо. Вы сами делали анализ ДНК два месяца назад в частной клинике. Проверяли всех троих детей. Вы ведь не сами придумали передать бизнес детям? Я уже говорил, что нужно передать бизнес детям. Ты постарел, поглупел. Посмотри на себя. Ты уже плохой руководитель. Бизнес проседает. Когда я тебе передавал компанию, дела были в порядке. А дети будут управлять лучше, да? Вот прямо сразу с завтрашнего дня, да? Согласен. Пусть они докажут, что они умны и способны управлять. Объяви конкурс. Пусть покажут, на что они способны. Вы не хотели уходить с поста, поэтому подговорили Эльвиру, свою любимицу, дискредитировать и подставить Елену. На самом деле конкурс ведь фикция. И что? Я ничего плохого не сделал. Ленке вообще ничего не грозило. Компания моя. Элька и Славка провалили бы конкурс и все осталось бы по-старому. А я вот что думаю. Когда ты узнал, что Маринка тебе изменяет, это его первая жена и мать Лены. Он упрятал ее в клинику и наколол лекарствами. И мне даже слова не смел сказать, ничтожество. Это ты. Ты во всем виноват. Сломал мою жизнь. Семью пустил под откос. Чертов цинь. Моральный урод. Ненавижу тебя. Может быть, может быть. Деньги, бизнес. Как сказал один классик, бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым. вот мы с тобой дешевки. В нашем роду в Савельевых всегда были долгожители и всегда выглядели намного лет младше. А ты со своей злостью скоро старикум сделаешься. я скоро уйду. А тебе еще жить. Подумай о душе. младше.